На телеканале Енисей новости в студии Ксения Кощеева. Здравствуйте, выпуски к этому часу. Жители поселка Ворогово на севере края эвакуированы из-за паводка. Затоплены почти 300 домов. Уровень воды в Енисея поднялся на несколько метров. Все ни в чем были, в том выбежали и побежали скорее спасаться. Кто с детьми, тот в том и улетел в бор, кто остался, тот как бы так и остался. В День Победы почти во всех районах Красноярска перекроют дороги. Как будет организовано движение 9 мая и когда снимут ограничения. В столицу края ближайшие районы возвращаются ночные заморозки. Синоптики обещают до минус одного и снег, когда снова будет тепло. Для первой половины месяца это, в общем-то, такая погода. Будем говорить, нормально. Футбольный Енисей потерял шанс на прямой выход в российскую премьер-лигу. С кем будут играть красноярцы в стыковых матчах. Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Торжественная церемония инаугурации состоялась сегодня в Кремле в полдень по московскому времени. Глава государства прибыл к Андреевскому залу на отечественном лимузине марки «Кортеж», тогда как раньше он ездил на немецких авто. Избранный президент принес присягу и поклялся уважать и охранять права и свободу человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. После того, как Владимир Путин официально вступил в должность, которая будет занимать следующие шесть лет, он произнес речь, в которой поблагодарил тех, кто отдал за него голоса и пообещал сделать все возможное для того, чтобы страна развивалась и шла вперед. Убеждён, что и сегодня мы добьёмся прорыва. Ведь мы – одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи. И пусть любовь к Отечеству, всё лучшее, что есть в человеке, вдохновляет каждого из нас на поиск, на самосовершенствование для личного успеха, для работы ради своей семьи, вдохновляет на общий напряжённый, труд для благополучия родной страны. Мы обязательно добьёмся успеха. Верю, так и будет. Сделаю для этого всё, что в моих силах. На севере края топит посёлок Ворогово накануне, там на несколько метров поднялся Енисей. Под водой оказались почти три сотни домов. Спасателям на вертолётах пришлось эвакуировать более двухсот человек в соседнюю деревню. Сейчас вода постепенно отступает, но ледяной затор на реке всё ещё сохраняется, а вместе с ней мы режим чрезвычайной ситуации. Подробности расскажет Сергей Сеславин. Мы смотрели, полом они с окон затоплены, а у нас только фундамент. Вот так сейчас выглядит посёлок Ворогово в Таруханском районе. По улицам можно передвигаться только на лодке. На кадрах любительской съёмки видно, что вода подступила к самым окнам домов. Деревня затоплена почти полностью, говорят местные. У Татьяны там живёт практически вся семья, за которую сейчас она очень переживает. Люди дома, вот вообще с кем общаюсь, с сёстрами, с мамой, все отправляют фотографии. Никто из дома ничего не унёс. То есть они в чём были, в том выбежали и побежали скорее спасаться. Кто с детьми, тот в том и улетел в бор, кто остался, тот как бы так и остался. Люди все в напряжёнке, все в суете, потому что у людей, у кого-то скот утонул, коровы, телята, у кого-то овцы, у кого-то куры. То есть у каждого человека есть жертвы. У наших родственников на улице Андреевой воды нет в том, и вот они там своим околодком, несколько человек, если это, но хотя бы в тепле, только свечки, переживают стихию. В некоторых частях посёлка вода немного отступила, и сельчане пытаются добраться до своих домов. Рассказывают, внутри практически всё уничтожено водой. В день пониже, повыше, там она скатывается, вода. Вот все сходили в данный момент к бабушке, к моей маме. И на полу ещё вода, в ограде вода. Домой зашли, там всё смогли, бельё всё повыжимали, повесили. Продукты искусственные, конечно. Вытащить куда-то что-либо посушить невозможно, потому что на улице холодно. Всех, кто захотел, а это больше 200 человек, спасатели перевезли в соседний посёлок Бор. Оставшихся примерно 500 человек разместили на возвышенностях в специально оборудованных пунктах сбора. Кто-то расположился у родственников. Жители деревни предупреждали о большой воде, говорят в МЧС. Но не все восприняли угрозу серьёзно. Мы понимаем, что некоторые люди, но это их право, могут относиться к своей безопасности, на русской авось и не всегда думают, что, возможно, эта ситуация обойдёт их стороной. Нужно, конечно же, перевезти на определённые территории, вывезти то имущество, которое, конечно же, в первую очередь будет испорчено или подвержено подтоплению. Когда в селе Ворогово вода совсем спадёт, прогнозов спасатели не дают. Пока на Енисеи в том районе сохраняется ледяной затор. Как только он исчезнет, уровень реки придёт в норму, и люди смогут вернуться в свои дома. Что касается подтопления других населённых пунктов Красноярского края, то спасатели ожидают поводок в посёлке Сутанай на реке Подкаменная Тунгуска. Вдоль же русла самого Енисея, в Ермаковой, Гарке, Дудинке наводнений не прогнозируется. Сергей Сеславин, Алексей Гусев. Новости. И по последним данным МЧС, к вечеру уровень Енисея в районе Ворогово снизился на 80 сантиметров. При благоприятном прогнозе полностью уйти из посёлка вода должна в течение суток. В населённом пункте уже сформированы группы по оценке ущерба. Людям обещают оказывать всю необходимую помощь. Заморозки возвращаются в краевой центр и ближайшие районы. Уже этой ночью в Красноярске столбики термометров опустятся до отметки минус 2. Синоптики предупреждают о дождей и снеге. Сегодня из-за метели и низкой видимости на перевалах в Балахтинском районе было ограничено движение пассажирского транспорта и грузовых автомобилей. На 17-километровом участке работала спецтехника. Дорогу оперативно обрабатывали противогололёдным материалом. Ближе к вечеру трассу открыли, но водители просят быть осторожней. Осадки возможны и завтра, и 9 мая, в среду в Красноярске. В День Победы будет прохладно всего плюс 9. Ясная погода установится только в середине недели. В четверг воздух прогреется до плюс 10 градусов, а в пятницу уже до плюс 12. К воскресенью потеплеет до 15-17. В День Победы в Красноярске будут перекрывать дороги почти во всех районах, где именно расскажем далее в выпуске. Новости НЕСЕЙ. Продолжаем выпуск. Почти во всех районах Красноярска 9 мая в День Победы ограничат движение. Собымасштабные перекрытия коснуться центральной части города. Фактически она будет закрыта для транспорта. С 7 утра и до 19 часов нельзя будет проехать по проспекту Мира от декабристов до 9 января. Улицу Карла Маркса с 7 утра и до 2 часов дня ограничат для проезда на отрезке от Робеспьера до Кирова. Закроют для автомобилей все прилегающие улицы. Припарковаться нельзя будет и около БКЗ на площадях Революции и Театральной. Не получится проехать к музейному центру на Мира. Водители просят учитывать эту информацию и по возможности отказаться от выезда на личных машинах. С 10 мая схема движения изменится еще на двух улицах в центре, но уже из-за дорожного ремонта. С 10 мая по 15 мая будет закрыт участок Парижской коммуны от улицы Ленина до проспекта Мира в связи с проведением ремонтных работ. И самое главное изменение организации движения это с 23 часов 10 мая улица Декабристов на участке от Баграда до улицы Дубровинского снова будет односторонней на период проведения ремонтных работ. Районы края получили новую технику для ремонта и уборки федеральных и краевых трасс. Экскаваторы, грейдеры, катки, всего 44 спецмашины. Сегодня их отправили в населенные пункты по всему региону. Как будут следить за магистралями расскажет Ярослав Цимбал. Дорожники проверяют новые тракторы Беларусь. Где-то нужно осмотреть двигатель, а где-то тасол подлить. Вскоре все они разъедутся по районам Красноярского края. Технику распределяют по филиалам спецпредприятия, которое следит за трассами по всему региону. Для уборки проезжей части приобрели грейдеры и экскаваторы. А для ремонта асфальтоукладчики, катки и дорожные фрезы. Такие машины нужно регулярно обновлять. Все зависит от интенсивности и нагрузки на технику. Есть техника, которая работает на содержание дорог. В ней коэффициент использования составляет практически под единицу. Это о чем говорит, что практически нет простоев. Она днем и ночью свою работу выполняет. Поэтому, естественно, при такой загрузке она быстро очень может ломаться. Где мы проводим ремонты, если ремонты уже целесообразные и очень дорогие, то, конечно, мы делаем предпочтение в покупке новой техники. Всего в этом году закупили 44 единицы специализированной дорожной техники. Это обошлось 130 миллионов рублей. Торжественная передача ключей и сертификатов стала уже своего рода традицией перед началом сезона дорожных работ. Ранее это было, ну, приобреталась техника на потоке в течение сезона. А потом пришли к мнению, что все-таки приобретать вот таким разовым лотом, чтобы это было значимо и видно. И уже на протяжении четырех лет Крайдео такими крупными партиями будет перед началом сезона. Сегодня наш филиал получил машину для ямочного ремонта БЦМ, фрезу дорожную и вибрационный каток. То есть эта техника необходима для выполнения всех видов работ по ямочному ремонту. То есть все, что касается покрытия проезжей части. Обновляем, совершенствуем, чтобы обеспечить требуемое качество, потому что без качества, ну, соответственно, смысл выполнять какие-то работы. Такое обновление парка дорожной техники проходит регулярно, начиная с 2012 года. За это время предприятия по всему краю получили около 250 машин. А это одна из важнейших машин к дорожно-ремонтному сезону, поступивших в распоряжение предприятий. Называется БЦМ. Внутрь заливается специальный раствор, а затем с помощью вот этого шланга распыляется на дорожные ямы. Отлично подходит для краткосрочного ремонта дорог. Теперь всю эту технику погрузят и отправят в самые разные точки края. Работать она будет на территории Березовского, Абонского, Манского, Дзержинского, Емельяновского. Всего в 15 районах региона. Ярослав Цымбал, Всеволод Никитин. Новости. Состояние домов для погорельцев поселка Стрелка оценит специальная комиссия. Некоторые из коттеджей, построенных прошлой осенью, не прошли испытания зимой. Где-то потрескались стены, а где-то появилась плесень и просели полы. Кто и когда будет устранять дефекты, узнавала Анжелика Александрова. Стена потрескалась здесь, в зале. Ладно бы это был гипсокартон, другое дело это газобетон. Анжелика хозяева показывает трещины, которые за зиму появились на несущих стенах ее дома. Конечно, неприятно, но женщина признается, ожидала худшего. Все-таки коттеджи строились в очень короткие сроки, да еще и в сезон дождей. Ну, у каждого по-разному. У кого-то вообще ничего нет, у кого-то трещин нет, у кого-то есть. Муж собирается снимать обои, полностью все трещины заделывать. Я как бы сильно пока не хочу, что еще может быть еще какие-то трещины появятся. Проблемы есть и на соседней улице. Где-то в домах появилась плесень, в коттедже Светланы Дубининой на несколько сантиметров просел пол. А в морозы даже перекосила входную железную дверь. Деревянная на веранде не закрывалась вовсе. Вот наличники снял муж у меня. Так у меня дверь повелось зимой. Полностью дверь не закрывалась в морозы. Встала и все на одном месте вот так вот. Пришлось ему снять, дверь выправлять и делать. Не знаю, вообще ничего не говорят. Абсолютно. Только вот насчет ограда не говорят больше. А то, что они устранять будут, не устранять неполадки, я не знаю. Теперь главный вопрос, который интересует жителей Стрелки, кто и когда будет исправлять появившиеся за зиму дефекты. Оценить состояние коттеджей приехала и специальная рабочая комиссия. Главная задача, как можно скорее обследовать все жилье и начать его восстанавливать. Это будет все за счет фонда капитального строительства. Естественно, есть гарантийные обязательства. Задача по каждому дому составить некий перечень проблем, перечень тех недостатков, которые сразу, возможно, были видны. Тех проблем, которые выявила зима. И, соответственно, начать буквально в третьей декады мая все эти недоделки, все эти проблемы устранять. По предварительным данным, исправлять дефекты в домах погорельцев начнут уже в середине мая. А в августе все работы в микрорайоне Восточный планируют завершить. К концу лета должен решиться и еще один важный для людей вопрос – о передаче жилья в собственность. Анжелика Александрова, Степан Хрисанфов. Новости. Посемная кампания в крае идет с отставанием примерно в две недели. Причина – большое количество влаги на полях. Работы начались лишь на юге региона, а в центральном, восточном и западном районах. Хозяйство планирует приступить к севу в ближайший четверг 10 мая, но только если позволит погода. Пока же аграрии подготавливают почву и семена, завозят минеральные удобрения. Общая посевная площадь региона в этом году заоставит чуть больше полутора миллионов гектаров. Из них 975 тысяч отведено зерновым и зернобобовым. Еще 76 тысяч – картофелю и овощам. Увеличат в этом году и площади масличных и кормовых культур. Хозяйство уже фактически на сегодняшнюю дату выехало в поле и завершило прибивку влаги. То есть на всей площади мы с помощью барон, сепок, механизаторов завершили на первый след прибивку влаги. На сегодняшний день хозяйство полным ходом идет подготовка семян посевы. В Краснодарске воссоздали события осени 1941 года. Как провожали сибиряков-диверсантов на фронт, расскажем далее в выпуске. Улыбнитесь, вас снимает дозор. У сотрудников Краснодарского полка и спецрота ДПС появились персональные приборы регистрации. Они предназначены для аудио- и видеофиксации происходящего. Кроме того, позволяют идентифицировать личность на расстоянии 12 метров. Работать такие устройства могут в любую погоду и в любое время суток. Весь материал сохраняется в архивах. Такие записи помогут в случае необходимости подтвердить или опровергнуть факт нарушения и избежать спорных ситуаций. В настоящий момент у дорожных полицейских 48 персональных регистраторов, но к концу года их станет больше. Прибор может снимать видеосъемку в течение 10-12 часов, распознавать объект, так называемое правонарушение, порядка до 12 метров. Прибор предназначен для фиксации правонарушения, а также для доказательной базы допущенных правонарушений участниками дорожного движения. Даже для всех заступающих на службу сотрудников участники гарнизонного развода прошли торжественным маршем по площади мира и отправились на дежурство. Сегодня представители национальной гвардии присутствовали. Это те сотрудники, которые выполняют совместно с полицией задачи по обеспечению охранно-общественного порядка. Очень важно, что присутствовали гражданские лица, добровольные народные дружины, а также частные охранные предприятия. Это система единого комплексного задействования сил и средств для обеспечения общественной безопасности на территории города Красноярска и Красноярского края. Сегодня в Красноярске впервые почтили память бойцов легендарного отдельного добровольческого лыжного батальона. Выпускники школы военных техников железнодорожного транспорта вели диверсионную борьбу в тылу врага. Их служба, как и имена, до последнего времени были строго засекречены, но теперь пришло время вспомнить наших героев. Сегодня в Красноярске воссоздали события далекого 41-го года. Подробности в сюжете. Ноябрь 41-го. Юные выпускники школы военных техников железнодорожного транспорта готовятся к отправке на фронт. Их поезд уходит вечером. Собрать оружие и боевой дух. Вспомнить все, чему учили в школе диверсантов и вперед. В комплект бойца-пехотинца на период 41-го года входил вещевой ранец-рюкзак, сухарная сумка, противогазная сумка, фляжка, пехотная лопатка, винтовка, боец Агапов кругом, подсумок, дополнительный подсумок, разгрузочная система Y, кожаный ремень, гимнастерка образца 35-го года. В таком обмундировании 17-летние ребята отправлялись в тыл врага на Карельский фронт. Они обладали техническими знаниями и отличной спортивной подготовкой. Да и кто, как не сибиряки, могли стойко переносить суровые финские морозы и оставаться при этом боеспособными. Отдельный добровольческий комсомольско-молодежный лыжный батальон вел героическую диверсионную борьбу. Именно они помогали обороне Ленинграда, оставаясь незамеченными. Когда забрасывалась очередная диверсионная группа, прыгнул первый человек с самолета и пришла радиограмма о том, чтобы свернуть операцию. И парень, молодой, 18-летний, остался в тылу Финляндии. Пистолет, сухари, небольшое количество взрывчатки и карта. Он три месяца ходил по тылам и пускал под откос вражеские эшелоны. Он не сдался, не поднял руки, пока его, как говорится, не поймали по следам, которые он оставлял на снегу. Отсюда на фронт забирали в том числе и девушек, работник с бухгалтерией Красноярской железной дороги. Конечно, основной задачей было обеспечивать связь, но в том числе они помогали солдатам на поле боя. Им нужно было вытаскивать раненых бойцов буквально на себе, при этом не забыв ни свой полевой телефон, ни свою винтовку. Честно признаюсь, это действительно тяжело. Одно из них удалось вытащить из-под огня 72 человека за сутки. Это по три бойца в час. Уму непостижимо. И это лишь пара историй из более чем полутора тысяч. Именно столько молодых ребят ушли отсюда на фронт. Их только предстоит узнать. Все имена и боевые задачи были засекречены и лишь недавно архивы открыли. А пока дань памяти отдают всем героям Великой Отечественной. И тем, кто сражался на поле боя, и тем, кто обеспечивал надежный тыл. В те страшные голодные четыре года вкуснее фронтовой каши придумать что-то было сложно. Да и сейчас невозможно представить себе День Победы без полевой кухни. Мы прожили в годы войны, были маленькими детьми. Я помню, например, как было тяжело нам. Голод, голод. И в школу я как раз пошла в 41-м году. И пока реконструкторы маршируют по площади перед ДК железнодорожников, думаешь только об одном. Чтобы это так и оставалось театральным действом. И больше никому не пришлось уходить на фронт. А память о тех, кто подарил нам мирное небо, навсегда останется в наших сердцах. Алина Штоколова, Александр Ермашенко. Новости. Накануне 9 мая в Красноярске чествуют участников Великой Отечественной. Сегодня в столице края состоялся традиционный торжественный прием главы города в честь Дня Победы. Главные гости это, конечно, ветераны. В годы войны эти люди самоотверженно сражались. Но и сейчас, несмотря на почтенный возраст, многие из них ведут активный образ жизни и участвуют в городских событиях. Подробности далее. Анатолию Петровичу было 16, когда началась война. Он трижды бежал от немца, чтобы те не забрали его в Германию. После совершеннолетия участвовал в освобождении Будапешта и Вены. Свой 93-й день рождения ветеран отмечает за неделю до Дня Победы. Выражаем искреннюю признательность за помощь в патриотическом воспитании молодежи, вклад в выполнение служебных задач, за ваш многолетний плодотворный труд, верное служение Родины. Николая Ханевского в годы войны ранили под Сталинградом. После госпиталя направили в Чехословакию. Там он и узнал, что наши одержали победу. Вспоминает, счастью не было предела. В шальном таком виде и состоянии, что остались живы. Все были в таком настроении, что готовы друг друга расцеловать. Торжественный прием в честь Дня Победы от имени главы города. Мероприятие, которое уже стало в Красноярске традиционным. В этот день ветеранам еще раз говорят спасибо за мир. Воспоминания, которые передаете вы нашему молодому поколению. Спасибо, дорогие мои, вам за то, что... Я понимаю, даже сюда сегодня прийти, это уже, наверное, определенный подвиг. Очень важно сохранить память о войне и о подвигах тех, кто сражался за победу. Сегодня в Красноярске проживают 417 участников Великой Отечественной войны, 147 жителей блокадного Ленинграда и 5000 тружеников тыла. Диана Хатяшвили, Андрей Крупнов, Новости. В Красноярском музее «Мемориал Победы» презентовали коллекцию открыток с редкими фотографиями военных лет. Посвящены они 75-летию передачи на фронт эскадрильи «Красноярский рабочий» и «Красноярский комсомолец», купленных на средства жителей края. В 1942 году в СССР стартовало большое патриотическое движение сбор средств на строительство танков и боевых самолетов. Не остались в стороне и красноярцы. В тяжелые годы наши земляки собрали для нужд фронта более 1 миллиона рублей. На эти средства было приобретено 10 самолетов, на которых были написаны «Красноярский комсомолец», «Красноярский рабочий». Один из самолетов был приобретен на средства крестьянки Кристине Шумковой. Она сдала в фонд обороны 121 тысячу рублей. И на эти средства был приобретен самолет. Специально за этим самолетом прилетал подполковник авиации с фронта. И на нем было так и написано от Кристины Шумковой подполковнику авиации Соболеву. Это, конечно, очень большие деньги, но для этого Кристина Шумкова продала очень большое количество имущества, в том числе даже и некоторые личные вещи, чтобы эти средства собрать. В Красноярске на 4 месяца на ремонт закрывают спорткомплекс «Арена Север». Об этом далее в выпуске. Футбольный Енисей на последних минутах вырвал ничью Ярославского Шинника и вместе с тем попрощался с прямым выходом в Премьер-лигу. Матч состоялся накануне. В течение всей игры соперник вел 2-0. В дополнительное время красноярцы все же сумели забить два гола. Однако равный счет не позволил Енисею набрать необходимые очки. Его главные конкуренты команды Оренбург и Крылья Советов окончательно закрепились на первых двух позициях и теперь получат путевку в Премьер-лигу. Наши футболисты теперь могут туда попасть только через стыковые матчи с клубом, который займет третье место с конца турнирной таблицы. Сейчас на это место претендует Андрей и Тосман. Прочитет 0-2 должен признать, что у него есть это полное преимущество и спасли, казалось бы, уже безнадежный матч. За счет желания, мне хотелось бы, чтобы такой желание, такое было у нас последние 15-20 минут, присутствовал спирт. К сожалению, мы не смогли такое желание спирт не подзамострировать. И, конечно же, эта мяча сегодняшняя, она для нас практически в России упражнение, поскольку мы уже потеряли шанс на прием выхода Премьер-лигу, но теперь мы думаем уже обостренных матч. Арина Север в Красноярске закрывается на капитальный ремонт. Сейчас там проходят последние соревнования. Уже 13 мая в помещениях начнутся работы. Они необходимы для подготовки к зимней универсиаде 2019 года и продлятся до 30 августа. За 4 месяца планируют отремонтировать кровлю, частично заменить окна и двери. Также там появится ограждение для наружного периметра безопасности и устройства контрольно-пропускного пункта. А также новая аппаратура для качественных телевизионных трансляций. По словам спортивных чиновников, капремонт никак не отразится на графике тренировок юных красноярских спортсменов. С клубами, спортшколами отработана эта ситуация, проработанная. То есть многие уезжают сейчас кто-то на каникулы, кто-то на учебные тренировочные сборы выездные. И начиная с 10 августа план, что хоккеисты должны быть уже на новом объекте Платиномарена. Но там же не только хоккеисты, там и фигуристы, и баскетболисты. То есть все. Открытое первенство края по спортивной гимнастике завершилось в Канске. Среди 160 участников было разыграно больше 10 комплектов медалей. Эти соревнования стали уже традиционными для нашего региона. А соседи, например, Томская область ежегодно стараются представить на них свои лучшие составы. В этом году большую часть медалей завоевали спортсмены из Красноярского края. Победители и призеры этих соревнований в ближайшее время представят регион на первенстве Сибирского федерального округа. Соревнования устроены неплохо, да, соперники тоже достойные, да, и у нашей команды что-то получилось, что-то нет. Но это спорт, это как есть не только успех, есть и ошибки, из которых делаются выводы, и таким образом растет мастерство. Вообще соревнования хорошие, уже здесь второй раз, ну, первый раз сюда приехал на первые свои соревнования, и почти все удалось, были ошибки. Поражен, что первое место, я думаю, будет второе все-таки. Противник был очень сильный, но все-таки смогли победить. В 17 мгновений весны ирония судьбы или с легким паром музыка из этих популярных кинолен звучала сегодня на станции НИСИ. Красноярский камерный оркестр исполнил произведение знаменитого Микаэля Таривердиева. Композиции прозвучали в оркестровых обработках заслуженного водителя искусства Республики Тыва Петра Казимира. Он же выступил дирижером программы, солировал на концерте лауреат международных конкурсов Александр Белопашенцев. Слушателями стали пассажиры, которые ждали своих электричек. Ну и в завершение выпуска я добавлю, что в 21.30 смотрите на нашем канале художественный фильм «Высота 89». С Викторией Толстогановой и Алексеем Чадовым в главных ролях. К этой минуте у меня все. Следите за развитием событий с нами. Своей информацией делитесь по телефону 236-0136. Комментарии оставляйте на сайте www.unisei.tv. Субтитры создавал DimaTorzok